Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я Антон и я продолжаю проходить великолепную игру Warhammer Dawn of War Dark Crusade. В предыдущей части я одержал блистательную победу над Хаосом, а отныне Легиона Несущих Слово на Кронусе больше нет. Я результатом этого сражения крайне доволен, это было действительно очень интересно и очень круто. И с Хаосом мы распрощались. Он был первым в нашем списке. Голова Элифаса Наследника теперь первая в списке наших побежденных противников. Ну что, я думаю сегодня захватить какой-нибудь из земель Некронов, либо горы Вандемар, либо западные пустоши. В принципе, абсолютно одинаковые провинции, но отличаются по размеру. Военная мощь абсолютно одинаковая. Но еще одно различие, это то, что за захват гор Вандемар нам дадут банду больших бронебойцев в гвардию, а если мы захватим западные пустоши, нам дадут тяжелых стрелков, которые и так у нас есть. Ну, в принципе, абсолютно без разницы. Ну давайте по считалке. Эники, Бенники, Ели, Вареньки. Ну, давайте тогда горы Вандемар. Почему бы нет? Так, 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 так. Банду налетчиков мне. Банду налетчиков. Ну давайте, может быть, Безумного Лекаря. Хоть посмотрим, что это такое. Ветеран. Элитное подразделение бронетехника. Две хорошо укрепленные базы. Меня это никогда не останавливало, честно вам признаюсь. Так что, Некроны не станут исключением. Сразу сохранение. Прям вообще моментально. Мне надо, чтобы ты точку захватил. Ох, помню, когда я играл тут в первый раз, тут была натуральная жопа. Было очень трудно. И, видимо, мне сегодня придется не легче, потому что военная мощь гарнизона довольно большая. О, а вот и лекарь. Военная мощь гарнизона довольно большая. К тому же и карта по размерам не самая маленькая. Что тоже накладывает отпечаток. Так, хорошо. Уже захватили. Давайте, ребята, наблюдательный пост. Надо все подходы перекрыть. Иначе потом будет бобло. Да, было бы неплохо, кстати говоря. Я даже знаю, что ты мне сейчас построишь. Ты мне построишь наблюдательный пост. Так, молодцы. Молодцы. Было бы неплохо генераторы поставить. И вышечки. Тоже было бы займеть очень недурно. Ребята, давайте вот сюда. На возвышенность. Да, рельеф местности довольно интересный. И горы. И леса. Интересная карта. Но довольно предсказуемая. Будем говорить так. Ну, сразу можно догадаться, что они кроны либо здесь, либо здесь, либо здесь. Здесь они вряд ли находятся, потому что, ну, это было бы очень легко. Они бы добрались до меня просто в считанные минуты. Скорее всего, они вот здесь, да. Ну, так как у противника две базы. Вторая наверняка вот тут. Тем более, да. Она там. Если на меня уже нападают некроны именно с этого направления. Да, они здесь. Они именно тут. Давайте, ребята, еще одну вышку. Некроны на подходе. Строим крепко и красиво. Ась, кто тут? Сделаем. Надо подготовиться ко всему. И вот это все, походу, уже пришло. Потребление. Срочно. Ребята, быстро мины выставляйте. Чувствую, сегодня будет больно. Если мы не подготовимся. Так, вот они, мои стрелки пришли. Давайте, ребята. Их же чуть-чуть осталось. Вот пещерного паука нам только тут и не хватало. Хорошо, хорошо. Ась, кто тут? Пора что-нибудь построить. Давайте быстрее, ребята. Время поджимает. Строим крепко и красиво. Так. Популяция орков. Популяция. Орков. Давайте куда-нибудь вот сюда поставим. Вышку. И, ребята, надо отходить. Потому что вот эти мрази сейчас оживут. Вот этот пещерный паук. Лорд Некронов. Я этих тварей знаю. Сделаем. Сделаем. Я ничего такого не делал. Сейчас крошорудим. А где еще гречина? А вот. Простаивают без дела. Сейчас крошорудим. Нехорошо. Нехорошо. Че опять? Сейчас крошорудим. Да. Энергии маловато. Это плохо. Что это такое? Идем, идем. Ну-ка, может, можно прокачать? Да, можно. Прокачать наши генераторы. Поставить заизолированную проводку. Но тогда мы лишимся всего планетарного влияния. Ничего такого не делал. Так у нас хоть что-то есть. А, еще пришли. Этот говноед ожил. Ладно. Я их хорошо. Будем решать эти проблемы. Ну, блин, они точно здесь. Отходим. Вот теперь отходим. Немножко помесили их. И отходим. Ё-моё. Вот это их тут много. Давайте сделаем сохранение. Сглазил я, похоже. Сказав, что... Пока все хорошо. Вот оно. Хорошо. Уже начинается. Мясорубка. Ёлки-палки. Уходим, уходим. Уходите, ребята. Давайте. Делайте ноги. Вот и ладненько. Так, ну и хватит. Я думаю, вот сюда еще мин поставьте. Для полного счастья. И хорошо. Да, но крепость орков нам нужна по-любому. Че уж там говорить. Ладно, хорошо. Свалку пушек тоже было бы неплохо. Сейчас уже обним. Поставить. Я ничего такого не делал. Курить? Как вот этот говнюк неудобно тут умер. Это вообще просто кошмар. Они в нас стреляют. Кто там по нам стреляет? Злые дяди пришли. Так, еще идут. А вы, ребята, уходите. И готово. Бам. И готово. Давай, давай, давай. Иди туда. Тебя там ждут. Не дайте этой твари сдохнуть прямо на нашей базе. Он же задолбет нас. Нападками постоянными. Ну, еще чуть-чуть. Эть-ть-ть-ть-ть-ть. Есть. Готово. Тушенка ова. Давай вот сюда. Операция необходима! Боевое пойло. Безумный лекарь дает бойцам наркотик, который делает подразделение невосприимчивым к боли. Когда его действия заканчиваются, все орки с нулевым значением здоровья погибают. Выпей адского барева! Твоим большим пальцем. Весело. Но все равно этот человек довольно полезен в отряде. Поэтому его я оставлю. Пойдет вместе с нами. Тем более он очень часто такие эпичные фразочки выдает. У нас лучшие свинцометы! Довольно неплоха озвучка, кстати говоря, в игре. Прям действительно. Нам нужно пострелять в кого-то! Очень все круто и качественно. Одного скопытили. Так они решили напасть на мой укрепленный блокпост. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Я стреляю получше некоторых. Операция необходима! Я стреляю получше некоторых. Так, ну и где эта паскуда умерла? А вот она. Шикарно. Что я могу еще сказать? Нас атакуют! Да ладно! Не шуткуешь, братуха! Блин, сейчас все ресурсы закончатся. А не хотелось бы. Очень бы не хотелось. Да, лавовых шахт нету. Жаль. Блин, пушка! Мы борим лучше всех! Так, ну слава богу, он убегает. Отвали! С нашей базы. Вот он. Козел. А это хорошо. Пусть бежит. Мы борим лучше всех! Стоп. Я знаю свою боевую задачу. А вот сохраниться было бы реально неплохо. Так. Ну что? В бой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гасить этот обелиск. Ну, крутые, конечно, не кроны. Пришли. Повоевали. Сдохли. Полежали и ушли. Как во мне, так все логично. А вы как думаете, друзья? Да. Их база здесь. Надо искать монолит. Вот он. Да, да, уже еду. Каковы, каковы мы? Операция необходима. Мы борим лучше всех. Так, ребятушки. Вот мои основные бойцы. Идут. Ребята, мочите. Строителей. Скоробеев этих долбаных. Поверьте, милосор. Без них они ничто. Что, еще где-то строят? А нет, все. Одного мы скопытили. Так, давайте опробуем... Вот это боевое пойло. На наших бойцах. А не хотелось бы, чтобы немножко поболело. Движем дальше. Посмотрим, как вот эти вот парни, налетчики, выживут после боя. Действительно ли они так неуязвимы? После того, как опрокинут пару стопорей этого пойла. О, а вот и монолит. Ёлки-палки. Вот это их тут. Конечно. Ё-моё. Что это за бандура прилетела? Их тут просто полчища. Орды. Просто орды. Охренеть. Вот Горгутс. Вместе с безумным лекарем. В рукопашную месит. Монолит. Че, еще строятся? Ну вы дерзкие. А где? Если не секрет. Вы орки, а вы нет. Нас атакуют. Вот тут что ли? Я им покажу фокус. Нет. А где тогда? Какого лишего мне не защит... Вот он. Хотел сказать, какого лишего мне не засчитывают победу. Вот они, твари. Отстроились уже. Но я думаю, Горгутс продержится. Ему почти вынесли все хп. Но он сильный. Я думаю, выдержит. Ну уже. Есть. Отлично. И получено снаряжение за 15 побед. Превосходно. Шикарно. Черепа. Черепа. Что они нам дают? Они нам дают здоровье. Знамя то же самое. Большие когти. На 100 единиц больше урона в рукопашной. Несущественно важно. На 30 единиц больше при стрельбе. Большой бластер. Ну и думаю, надо брать знамя вождя. Во-первых, оно выглядит красиво. Во-вторых, дает существенный плюс. Это больше единиц здоровья. Берем их. Конечно же, сохраняем игру. Куда же без этого? Сохранить. Вот такие вот наши дела. Кстати, как у нас там по гарнизонам? Чтобы нам такого качнуть. Но я думаю, гарнизон вот на Павонисе надо бы увеличить, конечно. Ну, что еще? Давайте одну танкетку вот так вот. Вот, теперь 6. Вот, теперь это уже сила. Если кто-нибудь решится на нас быкануть, например, Тау или Кровавые Вороны, что, в принципе, вряд ли. Вообще, расстановка сил довольно интересная. Всю северную часть заняли Эльдары. Мы заняли Южную и Восточную. И немножечко в Центральной. Тут Тау, что-то копошится. В Центре Некроны. И на Севере, особнячком, аккуратненько, никого не тревожат Кровавые Вороны. Да, вот эти вот твари, конечно, мне очень мешают вот так вот в тылу. Очень будут отвлекать от завоеваний. Ну, мне жалко Имперскую Гвардию. Хоть они меня очень потрепали в боях за Паванийский Центр, за Арестантские Равнины. Но мне их реально жалко. Они наши стратегические союзники. Если так брать. Думаю, кто играл за Имперскую Гвардию, кто просто видел танки Имперской Гвардии, танки Лемон Рас, тот сразу заметил сходство с танками у орков. Не удивляйтесь, это один и тот же танк. Просто орки обмениваются с Имперской Гвардией на ресурсы, на другие какие-то ценности, а те им взамен поставляют технику. Ну, это так. Немножечко. К слову. Ну, я думаю, на этом серию можно закончить. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк, вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи, всем пока.